Виктория Антонишина и Алмаз Ашим расскажут вам о последних новостях. Здравствуйте! В Германии горит склад химических продуктов. Инцидент произошел в земле Северной Рейн-Вестфалия. При пожаре никто не пострадал, однако из-за едкого дыма спасатели посоветовали жителям близлежащих территорий, это порядка миллиона человек, не покидать дома и плотно закрыть окна и двери. По данным местных СМИ, ветер донес неприятный запах, и до Кёльна сообщается, что вещества, выделяющиеся при пожаре, не представляют угрозы для жизни и здоровья людей. В Австралии более 250 сотрудников экстренных служб пытаются справиться с лесным пожаром. Власти опасаются, что огонь может добраться до населенных пунктов. Сейчас пламя бушует примерно в 60 километрах к западу от Сиднея. Местных жителей призвали эвакуироваться и подготовиться к возможным разрушениям. Люди жалуются на плохую видимость из-за дыма и запах гари. Сообщается, что к настоящему времени пламя уже уничтожило около 300 гектаров леса. Быстрому распространению пожаров способствует сильный ветер и сухая жаркая погода. Чрезвычайное положение, введенное год назад во Франции после терактов, продлят еще на несколько месяцев. Об этом заявил премьер-министр Мануэль Вальс. Он подчеркнул, что скоро в стране начнется предвыборная президентская кампания, поэтому следует принять необходимые меры защиты. Напомню, ровно год назад террористы Тегил устроили серию атак в Париже. Жертвами нападений стали 130 человек. А в одном только концертном зале «Батаклан» экстремистцы расстреляли 90 посетителей. Добавлю, накануне «Батаклан» возобновил свою работу. На открытии выступил британский рок-музыкант Sting. Как отметили организаторы, более тысячи билетов были распроданы всего за полчаса. Соединенные Штаты Америки примут нелегальных беженцев, находящихся в специальных центрах, созданных Австралией на островах Манус и Науру. Соглашение коснется в первую очередь женщин, детей и семей, и будет иметь разовый характер. Об этом заявил премьер-министр Австралии. Он также отметил, что мигранты, которые не будут переселены в Штаты, могут либо вернуться домой, либо оставаться на Науру, где им выдадут особую визу сроком на 20 лет. Сейчас в лагерях проживают около 1800 человек. Туда переправляют мигрантов, которые пытаются попасть на зеленый континент по морю. Правозащитники часто критикуют Канберру за жесткую миграционную политику и называют эти центры тюрьмами под открытым небом. Я могу подтвердить достижение соглашения США. Оно будет выполняться поэтапно и при участии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Хочу отметить, что сделка единоразовая. Нашим приоритетом является переселение женщин, детей и семей. В Молдове проходит второй тур президентских выборов. По итогам первого, прошедшего две недели назад, ни один из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер. В республике в 7 утра по местному времени открылись около 2000 избирательных участков. За главный пост в стране борются лидер социалистов Игорь Дадон и глава оппозиционной партии «Действия и солидарность» Майя Санду. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов. Первые предварительные итоги будут объявлены уже через час после окончания голосования. Японская автокомпания «Тойота» выплатит американцам компенсацию более 3 миллиардов долларов. Недовольные автовладельцы обратились в суд с иском, согласно которому у некоторых моделей грузовиков и спортивных внедорожников нет достаточной защиты от коррозии. Суд Лос-Анджелеса счел иск обоснованным и обязал компанию проверить все проданные за последние 12 лет машины. При этом «Тойота» своей ответственности не признает, но соглашается выплатить деньги, чтобы продемонстрировать, что отвечает за качество и надежность своих автомобилей. Высокие цены на бензин заставляют украинцев пересаживаться на электромобили. Страна вошла в десятку лидеров Европы по продажам экологически чистых авто. На данный момент в стране зарегистрировано более полутора тысяч электрокаров. Подробнее об этом расскажет Анна Панащук. С начала 2016-го в Украине отменили пошлину на ввоз электромобиля, которая составляла 10% от его стоимости. Но не это основная причина роста рынка, утверждают эксперты. Высокие цены на бензин стимулируют украинцев пересаживаться на электрокары. Проезд 100 километров на электромобили украинцу обходится в 38 центов, в то время как на обычном авто в 15 раз дороже. Также можно экономить на техобслуживании, говорит Полина, водитель электромобиля с двухлетним стажем. Расход на ТО практически отсутствует, потому что ТО делается раз в 30 тысяч километров, меняются незначительные части что-то вроде воздушных фильтров и так далее, ну и смотрится ходовая. Полина заряжает свое авто чаще всего ночью, когда электроэнергия дешевле. Также иногда подкармливает машину в городе. В последнее время появилось достаточное количество зарядных станций возле обычных АЗС и около объектов инфраструктуры. Есть зарядки платные, есть зарядки, которые ставят только под продажу своих автомобилей. То есть компания, которая продает свои электромобили, она под них ставит заправки. И для своих клиентов эта зарядка бесплатная. И бесплатные зарядки в заведениях, в отелях, в ресторанах, в торговых центрах. Всего по Украине таких заправочных станций около 300. Благодаря этому на электромобиле можно путешествовать по стране, а в некоторых случаях и по миру. Например, последние два года из Украины стартует электромобильный марафон, который традиционно финиширует в Монако. Этим летом его организатор, украинская компания, представила первый отечественный электрокар под названием «Синхронус». Мы решили сделать электромобиль, который будет, во-первых, а необычный дизайн. То есть мы провели аналогию. Это старинная карета, поскольку там удобно, поскольку там люди сидят лицом друг к другу, поскольку там просторно, там хорошо светло дышится, там большие окна. Увидеть «Синхронус» на украинских дорогах вряд ли удастся. Он ориентирован на экспорт в качестве элитного трансфера. Также покоряет мир еще одна украинская новинка – электробайк. Такие уже ездят по улицам Украины, Польши и Казахстана. Производить электровелосипеды разработчиков заставило необходимость. Нужен был удобный и быстрый транспорт для их проекта – службы курьерской доставки. В 2017-м электрокары могут подешеветь на 20%, если украинские депутаты примут законопроект об отмене НДС на этот вид транспорта. В таком случае прогнозируют эксперты, количество электромобилей на украинских дорогах может увеличиться до 4 тысяч. Анна Панащук, Михаил Мищенко. Специально для Хабар-24. Киев, Украина. Сделать родное село лучше стремится Оркен Курбанов из Приоралия. Житель Жанокурганского района – бывший строитель. В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» он получил кредит в размере 2 миллионов тенге и открыл свою маленькую мастерскую. Из гипса и цемента молодой бизнесмен создает скульптуры животных, оригинальные ограждения и декоративные изделия. Его занимательные творения уже украшают местные улицы. Свои работы Оркен Курбанов представил на региональном конкурсе молодых предпринимателей. Мастер планирует выиграть главный приз – денежный грант на развитие бизнеса. В будущем планирую оттачивать профессиональное мастерство и расширять бизнес. Сейчас в моей мастерской работают мои три брата и соседские ребята. Мечтаем, чтобы наши работы украшали улицы не только родного района, но и больших городов. В городе Аягос в Восточно-Казахстанской области строится новое общежитие для молодежи. Оно будет рассчитано на 50 мест. Здание возводят по программе «Дорожная карта занятости-2020». На его строительство выделили свыше 300 миллионов тенге. Реализация проекта позволила труду устроить 70 человек из числа местных безработных. Сдать объект в эксплуатацию планируется на следующий год. Все строительные материалы отечественного производства. У нас в районе есть свой кирпичный завод. На следующий год мы также планируем построить два пятиэтажных дома. С культурой, традициями и обычаями своего народа гостей Кустанайского дома дружбы знакомили представители белорусско-прибалтийского этнокультурного центра АСАР. Встреча прошла в рамках республиканской акции «Большая страна – большая семья». Организаторы подготовили концертную программу, наградили активных участников и также гости праздника ознакомились с народным творчеством на выставке декоративно-прикладного искусства. В текущем году белорусская община и культурный центр народов Прибалтики решили объединиться. Название АСАР для новой общины нас выбрали не случайно. АСАР в переводе с казахского языка «вместе», «вместе всем миром». А с белорусского языка «это большой великий». То есть перевод «вместе всем миром» в действие. Мы хотим дружить всем миром. Через песню постигаем традиции всех наших народов. Нужно проводить такие мероприятия, тогда стирается грань. Ты белорус, ты украинист, ты русский, ты казах. Так стирается эта грань, и все люди просто люди. Это объединяет культуры и народ. И это очень важно для сплоченности. А пока это все. До скорого.